Пётр Византийский встал на защиту Родины 1 июня 1943 года. У выпускника детского дома была бронь, работа на оборонном предприятии. После пятой повестки из Кемеровского военкомата 18-летний парень сбежал на фронт. Краткий курс обучения во 2-м Ленинградском военно-техническом училище ИОН – воздушный стрелок-радист. Молодого бойца направляют в 565-й штурмовой авиационный полк 224-й штурмовой авиационной дивизии. На летающих танках, как прозвали ИЛ-2 сами конструкторы, воздушные стрелки наносили удары по наземным объектам противника. Нас 30 человек отобрали из этого училища молодых и повезли куда-то там, где они в центрофуде, где все проверяют. Но из нас 9 человек, и в том числе я попал вот в это летное. И мы вступили только в бой с февраля 1944 года. Полк сформировался, мы выучили здесь и поехали вот на фронт. Византийский быстро вошел в строй. За 30 боевых вылетов стрелок получает первый орден Красной Звезды. На пожелтевшей от времени вырезке из дивизионной газеты «Крылья Победы» 1944 года запечатлен момент, как Петр готовится к очередному вылету. Дружным огнем. После того, как перед строем зачитали первомайский приказ товарища Сталина, мы вылетели на штурмовку вражеских войск. Каждый из нас думал о том, чтобы сильнее ударить по врагу. На пушке леса обнаружили скопление танков и пехоты противника. Наша четверка сделала два захода. Бомбами и пушечным огнем было уничтожено несколько танков. На обратном пути на нас напали немецкие истребители. Воздушные стрелки «Аир», «Шоу», «Зорин», «Византийский» и «Береговой» — четыре настоя самолета — дружным огнем обратили их в Бекса. За год с небольшим отважный сибиряк совершает рекордные 175 боевых вылетов. Петра Византийского командования дивизии считала лучшим стрелком. Получилось, почему мы были самые лучшие, потому что мы привозили сведения. А сведения привозить очень опасно, потому что у нас фотоаппарат, и мы должны вот это все медленно-медленно, зенитки стреляют, самолеты летают, а мы должны вот пройти и вернуться целые. И мы вернулись целые. Вот за что нас и ценили. Из наградного листа Петра Византийского 18 июля 1944 года в составе группы 24 Ил-2 в экипаже старшины Фуфачёва в районе плугов Метенюв при выходе из атаки подавил огонь двух зенитных точек, поджег одну автомашину. Удары по наземным целям стрелок успевал совершать, когда самолёт находился в пике. 3 августа 1944-го экипаж Фуфачёва и Византийского атаковал технику противника в районе станции Самбор. Немцы открыли ответный огонь. Самолёт получил повреждение. Теряя высоту, отважный стрелок успевает подбить две-три зенитные точки. Спустя три четверти века Пётр Константинович в загородном доме в Щёлкове в деталях рассказывает об операции, которая могла стать роковой. Касси убраны, а внизу самолёта масляный радиатор. Масляный радиатор металлический, он выходит. И только коснулся он земли, разорвается самолёт. Я с хвостом отлетаю туда. В это время на поле украинцы, если там убирали урожай, кто-то побежал в село рядом, и председатель приехал, забрал нас. Старший сержант Пётр Византийский и старшина Владимир Фуфачёв чудом выжили, придя в себя. Через неделю экипаж продолжил полёты. Надо было добивать захватчиков. В марте 1945-го Пётр Византийский с другими бойцами, так же как он, отмеченными правительственными наградами переправляют на Запад. Ставка Верховного главнокомандования приказала командующему 4-м Украинским фронтом провести наступательную операцию, разгромить Моравско-Островскую группировку немецких войск и освободить Чехословакию. Византийского, воевавшего в исключительном воздухе, перебрасывают в пехоту в 264-й стрелковый городский краснознамённый полк, 241-й стрелковый Винницкий орден Красной Звезды дивизии. Командование полагало, проявившие себя в бою солдаты, сумеют разбить последний оплот немцев. Дали солдат ноль, детей, там, 26-й год, 27-й год, вот такой, и я с орденами, и тоже ничего не понимаю. Ну, меня поставили помком взводом, дали мне их, и сказали вот две вещи, чтобы ты вот занялся вот это, вот то-то, то-то, то-то. Ну и вот я не спал, как говорится, я был там в аду. Опыт командования Пётр Константинович получил на фронте. 21 апреля в бою на южном берегу Апавы в районе села Илюшинце группе Византийского поставили задачу уничтожить труднодоступный вражеский дзот. Гитлеровцы вели из него сильный фланговый огонь. Под шквалистым обстрелом противника Пётр первым ворвался в дзот и взорвал его, увезя с собой два трофейных пулемёта. Во время наступательной операции Византийского ранило. Меня привезли в госпиталь в Германии, и я пролежал с этими осколками до 8 мая, потому что в это время шла вот эта война наступательная. И 9 мая, тогда же ещё праздника же не было, просто 9 мая, и я проснулся, весна такая, деревья распустились, ты живой, я абсолютно, осколок тут возле тебя, который вытащили там. Вот такие вот дела. За героически проведённую операцию командование отметило Петра Византийского вторым по счёту орденом Красной Звезды. Поздравляю всех с Днём Светлого Праздника, Дня Победы, чтобы у нас была память о том, сколько людей погибло, защищая свою Родину, отдаливали жизнь, чтобы мы жили свободно, счастливо и независимо. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.